В Тверском государственном техническом университете прошло совещание, посвященное работе Центра по противодействию терроризму и экстремизму, который начал функционировать на базе учебного заведения. В его состав вошли преподаватели университета и психологи. Основные цели и задачи обсудили на первом совещании. Подробности далее. Главная задача Координационного центра по противодействию терроризму и экстремизму – формирование у молодежи активной гражданской позиции, предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Новая структура появилась в ВУЗе на основании решения антитеррористической комиссии региона. Центр на общественных началах возглавил сам ректор Тверского государственного технического университета. На сегодняшний момент было создано 43 региональных центра. Наш центр – 44-й. Направление деятельности – это повышение квалификации и переподготовка всех руководителей муниципалитетов, сотрудников, преподавателей вузов. Это работа со студентами, с сотрудниками. Со студентами Координационный центр в том числе будет заниматься проведением бесед, круглых столов и конференций. Более 100 мероприятий в год, где вовлечено более 50% всего нашего контингента. И все студенты либо выступают на сцене, либо занимаются в студенческих объединениях, либо являются зрителями. То есть вовлеченность очень большая. Кроме того, профилактика экстремизма и терроризма в университете ведется давно. В политехе функционирует психодиагностическая лаборатория, которая занимается оценкой социально-психологического здоровья студенческой молодежи. Приходят к нам первокурсники, они проходят вот такое тестирование, причем тоже направлений здесь очень много различных. Мы получаем определенную картину, выявляем слабые места и наши штатные психологи начинают с этими ребятами работать. Члены Координационного центра отметили важность создания такой структуры с учетом сложной международной обстановки, связанных с этим террористических угроз. А также необходимость своевременной работы с молодыми людьми по предупреждению рисков деструктивных проявлений.